Карантин в республиканской футбольной школе снят, поскольку анализы пациентов показали отсутствие инфекции. Кроме того, из больницы выписаны семеро госпитализированных ранее школьников. С подробностями Сергей Козюра. Напомним, временный госпиталь был развернут врачами Нерюнгринской больницы в интернате споршколы для 48 детей, обратившихся к медику учреждения с жалобами на боли в животе. Детей распределили по 19 комнатам, 2-3 человека в каждой. Медики организовали два медицинских поста для наблюдения за состоянием здоровья детей и забора анализов. По результатам анализов по ПЦР и вирусологии у нас пришли отрицательные результаты. На данный момент все дети у нас уже выписаны, обсервационный лагерь закрыт, обсервационный госпиталь. И состояние всех детей сейчас удовлетворительное. По факту массового отравления территориальным отделом Роспотребнадзора по Нерюнгринскому району, Центром гигиены и эпидемиологии была проведена проверка обстоятельств произошедшего. Проводились обширные бактериологические и вирусологические исследования. Выявлен возбудитель возникшей вспышки. Это условно-патогенная микрофлора, которая может присутствовать во всех объектах окружающей среды, в том числе и в продуктах питания, в воде, на поверхностях и так далее. При эпидемиологическом расследовании были выявлены факты нарушения санитарных правил как со стороны пищеблока 15-й школы, так и со стороны самой футбольной школы. И ряд объектов выявлены, которые могли тоже косвенно или прямо послужить причиной возникновения данного заболевания. На текущий момент возбуждены и проводятся административные дела в отношении юридических лиц, которые были причастны к данному инциденту. Следственные органы и прокуратура продолжают проверки. Их итоги станут известны как минимум через два месяца. 31 октября карантин в школе футбола был снят. В данное время учебные и тренировочные мероприятия восстановлены. Нету никаких волнений, никакой паники нет. Все под контролем. Дети живы, здоровы, с детьми прекрасно себя чувствуют и тренируются с удовольствием. Ибо эти 3-4 дня, что они не тренировались, устали от бездействия. Напомним, республиканскую футбольную школу открыли в Нерингре в 2009 году. В ней занимаются около 500 воспитанников, причем свыше 50 детей из разных районов Якутии постоянно живут в интернате. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерингре.